Вот так устроится автозаправочный комплекс по документам под СТО, где совместное участие с Киевпроктрансом вложили люди 20 тысяч долларов в строительство и получили право собственности в 255 квадратных метров без выплаты даже гривни в городской бюджет. Что мы видим по факту не СТО, а автозаправочная станция? Ну скажите, какая автозаправочная станция? Вот здесь, здесь она же вонять будет. Люди никак не реагируют. Но я хочу тогда слышать, что? Эхо народа передать, да? Передаю эхо народа от всех жителей, наверное. Крымчак, мы скоро к тебе придем. Это шахрайское строительство, которое начало строиться шахрайским путем. Они все делали кратко. Чего? Потому что цельное предназначение земли было на автостоянку, якусь там мета, мойка, что там мало будет. 17 сечня они только под требованием громади выставили свою рекламу, что они стоят тут якобы заправку. Там вроде была заправка, а они начинают там ее реконструировать. То есть с полноценом то заправка? Да. Когда тут никакой заправки не было, а была стоянка. И вот это наш дом. Вы скажите, вот, вы мешкали в целом? Да. Вы с вами спілкувалися? Забудовники, депутаты? Ни хто. Ни хто с нами не спілкувався. Ни хто даже до нас не подходить. Есть такие разговоры от депутата. Какого депутата? От депутата Крымчака. Він каже, я никогда с людьми нигде не говорю и руку не подаю. Чего ты, Новиков, тут ходишь между депутатами рисуешься? Вот такие были слова. Они предлагали вам объезд сделать? То это как Крымчак причатный выходить? А я не знаю, что он так добивается, что он тут уложил. Поэтому громада, вот это мы уже замучились тут. До нас никто не подходить. Ни хто с нами не советуется. Скажите, будь ласка, проводились громадские слушания? Були громадские слушания. На громадские слушания приехали в администрацию только от Киева-Энерго и от Экологии. Все остальные от Агроманизации никто не приехал. Ни одного депутата. Були депутаты Киевради, но больше там никого не было. Было 150 чи 170 человек громадского слушания. Вот так они на людей, даже не было никого с руководством. Депутаты Киевсовета, как всегда говорят, сделаем, создадим инициативную группу. Пока будет инициативная группа, создаваться, больше строительство идет и строительство закончится. Вот схема, вот схема. Скажите на камеру. Вот схема, где в них положено будет двоеворит. Вот тут. Вот. Ворота от там и от там. А чего они сюда заезжают? А они сделали ворота от тут. Вот. Вот тут ворота нет. Покажи. Вот на схеме. Тут ворота нет. Я написал заявку в милицию буквально позавчора. Вот. А как вообще Киев Парк Транс может заключать договор? Ну это же, наверное, крымчак. Так вот подпись, где зарегистрировано вот это двоеворит. Вот подпись. А они заезжают через три. А они заезжают через три. И строят полноценный заправочный комплекс, который здесь будет смердеть, вонять, при Сливе, заливе и тому прочее. Пятая категория. Пятая категория. Пятая категория. Пятая категория. Вы, где государство, охрана. Я помечник народного депутата Украины. А можно, ваше, будь ласка, подъявите по свечению? Я помечник народного депутата Газового. Віддая радикально. То есть, я так понимаю, что тех тетушек, которых мы погнали, уже не тетушки вешали, да? А уже державная служба охрана. В смысле? Я тут уже три месяца, четыре месяца. Ага. И тетушек здесь вот. Как его зовут? Савалензий. Все нормально, не тряситесь, все хорошо. Ну представьте, пожалуйста, згодную закону на национальной полиции. Пятая категория. Скажите, пожалуйста, что у вас за форма одягу? Кипка полицейская, джинсы незрозумілого зразка. Где ваша форма полицейская, где ваши шеврони? Ну нема еще. Как нема? Ну у вас повинен бути форменый одяг в определенного зразка. До посвідчения еще повинна бути у вас форма. И вообще вы на службе зараз. Ну если же люди против автозаправочных станций, то поставьте своё ФТУ. Затай автозаправочный станций. Давай, встаньте, Ольга. У меня просто нет слов. Ну капитальное здание в 250 метров, которое люди заплатили всего-навсего 20 тысяч долларов, это строительство этого капитального здания, которое стоит по факту 1400, чтобы город заплатил. Это техника, это действительно строительная станция. Вы видите, в какой близкости до житловых домов. Местные жители против этого строительства. Вот есть такой плакат, на котором написано, «Громадяни, не поддавайтесь на провокации, дестабилизируйте эти элементы. Вас вводят в оману рейдеры. Дії щодо блокирования объекта є криминально-карным злочином, за який потрібно буде нести відповідальность. Реконструкция відбувається законно». Хотів би сказати, що на цих кадрах ви бачите не реконструкцію, а саме будівництво. До цього часу тут була цілодобова автостоянка. Відповідно до всіх необхідних дозвольных документов і погоджень. АЗС не порушує екологично-санитарно-пожежно норм. Діюча АЗС – це податки для місцевого бюджету, робочих місця та громади, сервіс благоустрій території. На цих кадрах ви бачите, що саме будується автозаправочна станція. «Це ж не реконструкція, правильно? Це будівництво?» «Я на тому не розумію». «Не розумію, але ви ж будівельник». «Я і встава торжею». «Треба товаришу каску бати?» «В мене є, не хвилюйтесь. Бронік і каска». «В гарячих точках знімають?» «Я приїхав два дні назад». «Можемо приїхати до стандартного управління поліції. І ви напишете там заявлення. Пусть є нескільки варіятів. В районі території написана заява. Схема, бачите?» «Просто за кримінальну відповідальність, які не приймають». «Я розумію, я вам хотів показати схему. Ось цю будівельник. Ось дивіться, схема одні ворота, другі ворота. Ось стоянка ця, що ви заїхали. Тут є ворота? Ніх ворота. Ось послухаємо. А тепер дивіться. «Ще далі ми йдемо? Ви нам покажете». «Це заява вже написана в районі території і подана. Треба проїхати туди. Жилатиме з вами поїхати туди і подивити, що ви по цій заяві зробили. Самостоятельно, там на мене ніхто не подивив. Ніхто не подививив.